Малукский кокоду малыш негодует. Запасов корма с каждым днем все меньше. Этот контактный зоопарк проработал всего три дня. А потом ввели режим самоизоляции и он закрылся. Нет посетителей, значит нет и денег на корм. Здесь больше ста различных видов птиц и животных. Это обезьяны, кенгуру, лемуры. Питаются они всем тем практически, что и человек. Это различные овощи и фрукты. Они очень общительные. Например, этот малыш больше всего любит играть в догонялки с маленькими посетителями. Но их здесь не было, к сожалению, уже давно. Хозяева зоопарка еще могут себе позволить купить для животных корм, но вот на лакомство денег не остается. Питомцам приходится обходиться без овощей и фруктов. В связи со сложившейся ситуацией нам запретили выезд из города. Проблема в том, что у нас в середине мая заканчивается аренда. Мы должны были ехать в следующий город, но сейчас я даже понятия не имею, что будет дальше и как дальше жить. Этот светугрозный пес Михалыч тоже рискует остаться на голодном пайке. Ему два с половиной года. Большую часть своей жизни он провел здесь, в приюте для бездомных животных. Что такое голод, хорошо знает, бывшая хозяйка не кормила совсем. Таких, как он, в питомнике еще 80 собак и 40 кошек. Для каждого животного нужен корм, наполнители для туалета и лекарства, а кошкам весной еще и витамины. Сейчас достать все это – большая проблема. Финансовый приход у нас уменьшился. Соответственно, гостей сейчас нет практически никаких, так как мы тоже находимся на самоизоляции, стараемся. Сотрудников у нас работает 4 человека, и если вдруг кто-то из нас заболеет, к сожалению, заменить нас некому. Поэтому мы тоже на самоизоляции. Из-за этого у нас нет людей, которые привозят в гостиницу. То есть уменьшился именно такой живой поток еды. Просим у людей помощи, рассказываем о нашей проблеме в соцсетях, и люди, соответственно, откликаются. Стараемся как-то сейчас выжить в таких легких условиях. Этот вальяжно-шагающий красавчик – новый житель конного клуба. И здесь вопрос, как прокормить животных, тоже встал ребром. А сложнее дело и то, что любой корм не подойдет. У лошадей очень чувствительное пищеварение. Им можно есть только морковь, яблоки и зерновые, а также сено. С последним из-за прошлогоднего засушливого лета возникли проблемы. Его приходится закупать в соседних регионах по завышенной цене. Сено у нас уходит один рулон в день на все 20 голов, то есть две кормежки утром и вечером. Им дают утром в 7 утра сено и вечером в 7 утра тоже сено. Потом после сена через 2 часа вода и овес, в обед в 2 часа вода и овес и вечером тоже. Нам финансово очень тяжело, потому что расходы большие. Во-первых, это зарплата трех человек в день, двое днем и один ночью. На корма очень много расходов, плюс им нужно ветообслуживание, это взятие анализов, прививки плановые. То есть это осень, весна обязательно. У ослик, пони, верблюд и 12 лошадей. У каждой свой характер и темперамент. Конечно же, сейчас больше всего животные скучают по людям и тренировкам. Этот молодой жеребец – сахарок. В конном клубе новенький. Он очень нежный и общительный конь. В первый же месяц приступил к тренировкам. Для лошадей бег очень важен. Если они не будут заниматься, то погибнут. В обычной жизни каждый день они проводили по 2 часа на манеже. Сейчас же время тренировок сократилось в 4 раза. Эти гордые животные с нетерпением ждут окончания самоизоляции и встречи с посетителями. Если вы захотите помочь героям нашего сюжета, вы можете связаться с нашей редакцией или позвонить по телефону, указанному на экране. Мария Левина, Константин Головин. События.